Развитию сельского хозяйства России посвящено совещание, которое провел сегодня Владимир Путин. Оно прошло в Тверской области. Перед заседанием президент побывал на одном из крупнейших агропредприятий в регионе, осмотрел угодья и встретился с коллективом. Подробнее Анастасия Саховская. Не черноземье, как зона гарантированного урожая, как сделать эти земли максимально плодородными. Такова тема сегодняшнего выездного совещания во главе с президентом. Проводят его в Тверской области. Она одна из самых успешных в отрасли, в лидерах по росту сельхозпроизводства по России и на базе крупного хозяйства. Это как раз тот пример, когда фактически из банкрота с долгами в миллионы долларов предприятие превратилось в одно из ведущих агропромышленных объединений со свинофермами, молокозаводами, мясоперерабатывающими мощностями и с производством полного цикла, что называется, от поля до прилавка. Продукцию угостили и президента, как раз отчаян, и вели разговор. Хозяйство, когда приняли, в первом классе училось семь человек. Сегодня в школу ходят под 30 человек. Она под эти же программы. Мы сейчас построили ТК. Город может позади таких. То есть за эти 10 лет произошло развитие в том числе, скажем, скромно, благодаря вот этой программе. Рассказали производители и про земельный банк. Так агрономы называют поля, с которых собирают урожаи, к слову, рекордные для области. Между тем, об этом Владимир Путин говорил уже на совещании на заводе, в той же Тверской области простаивают 2 миллиона гектаров земли. 12 миллионов используются не по назначению или вовсе заброшены по всей России. Президент напомнил, что поправки в закон теперь позволяют изымать участки, которые не засеваются более трех лет. И призвал помогать новым собственникам как можно быстрее вводить земли в сельхозоборот. Здесь очень важно, чтобы не создавались искусственные сложности при действиях нового собственника. Нельзя допустить, чтобы человек или хозяйство получило сельхозземли для введения в оборот. У него год всего для того, чтобы это сделать. И он не должен год бегать по кабинетам оформлять бумаги. Наоборот, вы должны сделать все, чтобы это было быстро, эффективно, качественно. Но и финансовые учреждения должны подключиться для того, чтобы обеспечить соответствующее финансирование. Россия уже вышла на первое место по экспорту пшеницы. Подтягивать стоят и другие перспективные отрасли. Например, укрепить на рынке позиции производителей растительного масла. По мясу показатели хоть и успешные, даже выше тех, что указаны в доктрине продовольственной безопасности, но нужно активнее подключать фермеров. То же касается и производства молока. Прошу проработать механизмы повышения эффективности молочного и мясного скотоводства в центральном Нечерноземье. Стимулировать привлечение фермеров в эти секторы. И, в частности, предлагаю рассмотреть возможность увеличения размера грантовой поддержки начинающим фермерам в сфере молочного и мясного скотоводства с 1,5 до 3 миллионов рублей. А семейных животноводческих ферм с 21 до 30 миллионов рублей. Государство, конечно, продолжит оказывать поддержку и крупным хозяйствам. По словам президента, стоит еще отладить механизм субсидирования и усилить контроль за расходованием средств. В этом году в рамках госпрограммы на развитие отрасли предусмотрено 23 миллиарда рублей. Анастасия Саховская, Станислав Пономаренко, Валерий Глушаков, Ирина Виноградова. Вести Тверская область.